В этом выпуске вы увидите нападение носорогов и бегемотов на машины туристов, слона, который поднял внедорожник с людьми, пугающие встречи с тиграми и буйволами, близкий контакт с огромной гориллой и другие моменты с животными на сафари, которые лучше не смотреть одному. Одним из самых опасных животных на сафари был и остается носорог. Хоть эти гиганты и кажутся неповоротливыми, их не стоит недооценивать. Например, здесь водитель оказался на пути достаточно крупного носорога. Зверь изначально был настроен решительно и при первой же возможности припугнул человека. А когда он отошел и казалось, что проезд свободен, носорог боднул машину, оставив вмятину. В этом случае носорога вдвое, но водитель не просто сидит в машине. Он бьет по чему-то металлическому, пытаясь отпугнуть здоровяков. Один из них все же приближается и, кажется, метод не работает. Но все же в последнюю секунду носорог останавливается и разворачивается. Получается, звуки все же помогают. Но обычно все заканчивается как-то так. Носорог все-таки успевает добежать и боднуть машину. В общем, расслабляться с ними ни в коем случае нельзя. Да, эти животные территориальные, довольно агрессивные, а еще у них ужасное зрение. Так что им все равно, кого атаковать. Врага ведь в любом случае почти не видно. А эти туристы повстречали бегемота, который пасся в поле. Не лучшее время, чтобы тревожить гиганта. Как и другие животные, он не любит, когда его отвлекают от еды. Бегемот решил немедленно проучить нарушителей спокойствия. Оценил расстояние, подобрался и напал. К счастью, водитель вовремя отъехал, и бегемот не успел дотянуться до внедорожника. А ведь еще бы чуть-чуть, и дела были бы плохи. У этого здоровяка какой-то особенно длинный клык, на который он был бы рад насадить посягателей. Не менее опасны встречи с бегемотами возле воды. Точнее, они даже еще более опасны. Водоемы – это территория бегемотов. А эти громилы очень не любят тех, кто вторгается в их владения. Этот бегемот не стал долго терпеть. Выждав момент, он побежал к людям и раскрыл пасть перед атакой. Это выглядело очень жутко. Жутко еще и то, что машина забуксировала в грязи в самый неподходящий момент. Бегемот успел укусить ее, но, к счастью, людям не досталось. Зато этим туристам повезло меньше. Они были на сафари и встретили слона. Эти животные непредсказуемы. В один день могут вообще не обратить на машину внимания, в другой способны сделать это. Слон разозлился, подцепил машину бивнями и поднял ее без особого труда. Потом он провернул этот трюк еще раз. Туристов как следует трихануло. Они в полной мере прочувствовали мощь гиганта. Но главное, что никто не выпал. Да и вроде обошлось без травм. Здесь туристы наткнулись на целую преграду. На узкой дороге и так было несколько слонов. Как вдруг из зарослей выскочил еще один. Он вообще не стал выжидать или разбираться. И сразу перешел к действиям. Уперся головой во внедорожник и стал выталкивать его. Началась суматоха. Оператор уже явно переживал не за качество съемки, а за то, чтобы остаться в живых. Хорошо, что так и произошло. Слон просто вытолкал внедорожник со своей территории. Сафари бывают не только в Африке, но и в других местах, заполоненных животными. Например, в Индии. Эти туристы наткнулись по дороге на главного местного хищника. Бенгальского тигра. Может, этот кот и не способен вытолкать внедорожник головой, как слон. Но как следует припугнуть и заставить туристов покинуть район, может, в легкую. Полосатый хищник нехило перепугал людей, заставил их отъехать назад. Но люди все же рискнули и в удачный момент вновь начали движение вперед. Риск оправдался. Опасный кот остался позади. А что делать, если ехать некуда? Как в этом случае. Тигров уже несколько, и они быстро окружили и оккупировали автобус. Отличный момент, чтобы как следует прочувствовать размер этих огромных котов. Да они же высотой с автобус. К счастью для туристов, автобус был хорошо защищен, и тигры никому не причинили вред. Но адреналина дали немало. В Индии можно найти и других больших кошек. Львов. Азиатских, если точнее. Они поменьше своих африканских сородичей, но хаоса могут устроить не меньше. Тут туристы наткнулись на двух львов на узкой дороге. И если один лев просто глазел на машину, второй попытался проникнуть в нее. Зацепился и прошел так пару метров. Видимо, львом двигало любопытство, иначе он бы закончил начатое. К слову о любопытстве, следующие гости этой подборки обладают именно таким качеством. Это гиены. И как вы уже поняли, мы снова в Африке. В какой-то глуши группа туристов наткнулась на пару гиен. Хоть эти животные считаются не такими опасными для человека, как те же львы и тигры, недооценивать их точно не стоит. Гиены безжалостные и очень сильные хищники, а сила их укуса даже больше, чем у льва. Внедорожник был открыт, поэтому при желании гиены могли бы как минимум нанести туристам серьезные травмы. Но, к счастью, все закончилось лишь обнюхиванием. Как и в этом случае, гиена изучила машину, которая приехала в гости к клану и не стала нападать. Но момент все равно был немного напряженным. Пока некоторые животные лишь обнюхивают машины и туристов, другие прыгают прямо к ним. Как, например, этот гепард. Крупный кот не стал церемониться и залез в салон, немного побыл там и сбежал. А у этого гепарда, видимо, замерзли лапы. Вот он и решил забраться на горячий капот. Чтобы немного погреться. Ну или ему просто очень понравилась машина. Хищник постоял на капоте, повертелся и видео закончилось. Кто знает, может он там еще минут 10 стоял. Такое вполне может быть. Этим туристам вообще пришлось остановиться на 45 минут, пока в их машине сидел гепард. А точнее на их машине. Зверь забрался наверх, сначала посидел, а потом и вовсе улегся и стал будто бы позировать на камеру. Красивый, ничего не скажешь. Хоть все эти моменты были напряженные, на самом деле все не так жутко. Гепарды одни из немногих крупных хищников, которые практически полностью безопасны для людей. Они очень любопытные и часто забираются в машины на сафари, но не нападают, а просто изучают внедорожники, обнюхивают людей и все в таком духе. И все же не стоит думать, что они совсем безобидны. Например, тут человеку пришлось забраться на вышку и отогнать от себя гепарда. Конечно, он мог просто хотеть познакомиться, но кто знает, может он бы укусил его. И все же гепарды не идут ни в какое сравнение с по-настоящему опасными кошками. С теми же тиграми, например, туристы встретили очень злого тигра. Он рычал и пытался бросаться на них, чтобы те поскорее уехали. Жуткое зрелище. Чтобы задобрить тигра, лучше всегда брать с собой на сафари мясо. Тут водителю удалось порадовать хищника, на чью территорию он приехал. Но тут скорее сам тигр был в хорошем настроении, так что повезло. Вновь мы в Африке, где люди встретили крупного льва. Самец был настроен решительно, о чем давал знать своим фирменным ревом. Гривастый грозно рычал, так что у людей и в мыслях не было пытаться подобраться к нему поближе. Кстати, львиный рык – это один из самых громких звуков среди всех животных в принципе. Рычанием и ревом львы общаются друг с другом, а также запугивают соперников. Тут явно было второе. А этому царю зверей даже рычать не пришлось. Машины остановились, как только увидели, как идет этот грациозный кот. Двигаться в таких случаях рискованно. Лев может подумать, что машина представляет угрозу и нападет на нее. А там и до разбитого стекла или прокушенной шины недалеко. Сафари на воде тоже может быть опасным. В водоемах можно наткнуться на крокодилов или бегемотов. Эти гиганты превосходно плавают. Посмотрите, как быстро плывет этот здоровяк. Выглядит жутко. Моторная лодка, конечно, быстрее любого бегемота. Но вот на обычных веслах уйти от погони будет очень непросто. В воде бегемоты разгоняются до 13 километров в час. К тому же они могут атаковать внезапно, ударив под нищу лодки прямо со дна. Такое часто случается. И именно такие нападения бегемотов, как говорят эксперты, чаще всего заканчиваются плачевно для людей. Еще один опасный африканский зверь – это леопард. Хоть он и немного похож на гепарда, путать их не надо. Леопард намного агрессивнее и представляет реальную угрозу. Этот пятнистый кот, например, пытался расцарапать ботинок человека. Когти у этих кошек очень острые и длинные, так что при желании леопард мог бы добраться до ноги. Но, судя по всему, этот кот был просто игривым и изучал новых гостей. А здесь ситуация более напряженная. Самка леопарда была со своими детенышами, и в такие моменты животные представляют максимальную опасность. Кошка могла принять любое движение за угрозу для своих малышей и без проблем разобраться с туристами. Но им повезло. Все ограничилось лишь близкой встречей. К слову о близкой встрече. Такая произошла на следующих кадрах. Туристы отправились в Африканские горы в гости к гориллам, и им удалось встретиться с одной из них. Причем это был альфа-самец, глава группы. Хоть это не хищное животное, оно достаточно опасное. Туристы сделали все правильно. Присели, опустили головы и не смотрели горилле в глаза. Таким образом они давали самцу понять, что они не представляют угрозы и ни на что не претендуют. В противном случае, горилла может расценить одну из таких выходок, как вызов, и нападет. А драться с гориллой совершенно бесполезно. Она в разы сильнее и победит человека без малейших усилий. Спускаемся с гор на равнину. Здесь у нас очередная близкая встреча, на этот раз со львом. Царь зверей прошел совсем рядом с туристами, заставив тех немного понервничать. Но, видимо, он был сытый, поэтому нападать на гостей в его планы явно не входило. Львы были, бегемоты, гориллы и слоны были, носороги тоже. Кого еще можно встретить на сафари? Как насчет жирафа? Вот и он, кстати. Самое высокое животное планеты увидело туристов, подошло к машине и видео оборвалось. Пишите в комментариях, что по-вашему произошло дальше. Если вы считаете, что все закончилось мирно, это далеко не факт. Жирафы хоть и не такие конфликтные и агрессивные, как те же бегемоты и носороги, но погонять туристов вполне могут. Например, этот жираф пустился в погоню за внедорожником, который заехал на его территорию. Здоровяк выгнал людей и, казалось, успокоился. Но вдруг он снова пустился в погоню, уже в обратную сторону. Ему явно не понравились туристы, раз он заставил их нарезать круги по саванне. Это еще что? Жирафы могут и ущерб нанести. Не верите? Тогда взгляните на эту машину. Жираф ходит вокруг нее и пристально рассматривает. Думаете, с машиной так расправился кто-то другой, а жираф просто оценивает ущерб? Тогда что вы скажете на это? Видели этот мощный удар головой? Это именно здоровяк так смачно помял кузов. Никогда еще не видел таких злых жирафов. Боюсь даже представить, что такого сделал водитель машины, раз заслужил такую участь для своего авто. А вот еще один африканский здоровяк. Страус. Крупнейшая птица планеты решила устроить досмотр всех автомобилей, остановила движение и начала поочередно подходить к водителям. Мало ли, у них есть что-то вкусное. Первое авто обработано. Пришла очередь для автора видео. Ничего вкусного не нашлось, но главное, что людей Страус не тронул, лишь подарил незабываемые эмоции. И собаки тоже. Этот Страус уже более наглый. Решил немного испортить имущество и погрызть дворники. То ли птица думала, что они съедобные, то ли под ними что-то было. Хорошо, хоть людей Страус так не начал клевать. Да и с дворниками он не особо управился. В этом деле ему стоит поучиться у бабуинов. Вот уж кто настоящие вредители, способные превратить сафари в хаос. Бабуин забрался на капот и оторвал дворник прямо во время движения. Потом и за второй принялся, но стеклоомывалка остановила атаку. А теперь зацените эту голливудскую улыбку. Зебра подошла к туристам, чтобы поздороваться и, видимо, выпросить что-нибудь вкусное. Ведь иначе, зачем она стала бы показывать людям такой оскал? И хотя выглядит все это забавно, недооценивать зебр точно не стоит. Эти животные иногда показывают свою темную сторону и способны причинить существенный вред. Бывали случаи, когда нападения зебр заканчивались тяжелейшими травмами конечностей. Как-никак, большая часть травы, которую они едят, жесткая и сухая. Но благодаря мощным зубам и челюстям, зебры без труда тянут и пережевывают ее. А еще зебры могут нанести ущерб машине на сафари. Тут произошло именно это. Автор видео заехал в сафари-парк, проехал совсем чуть-чуть, как его тут же подрезало небольшое стадо зебр. Полосатые лошади ударили его машину и побежали дальше по своим делам. Что, думали только бегемоты, носороги и слоны на такое способны? Ну и раз так, вернемся к крупным животным. Перед нами уже в который раз слон, только на этот раз люди участвуют в сафари не на машине. На гиганта наткнулась пешая группа туристов. Люди зашли на территорию слона, и тот не очень этому обрадовался. Начал дергать головой и пристально смотреть на туристов. Гигант подходил ближе и ближе, и казалось, что в любой момент он мог наброситься на людей. Особенно, когда начал заходить со стороны. К счастью, все закончилось лишь напряженной встречей. Слон отошел назад. Еще одно опасное африканское животное, которого пока не было в подборке, это буйвол. Давайте исправим это. Туристы в Ботсване наткнулись на буйвола, когда тот отдыхал возле водоема и обедал. Учитывая, что буйволы в принципе очень легко заводятся, конфликт был неизбежен. Буйвол быстро сорвался к туристам, но казалось, что они легко уедут. Однако концовка видео это опровергает. Видимо, буйвол все же дотянулся до их лодки и успел атаковать ее. Реакция туристов это подтверждает. А вот родственник буйвола с другого континента. Американский бизон. Во время сафари по местному парку он решил пристроиться к одной машине и решил ни в чем себе не отказывать. Гигант просунул голову в салон и начал забавно выпрашивать еду. Людям повезло, что вкусняшек у них было полно, удалось откупиться от здоровяка. А то ведь они обычно куда агрессивнее и нередко атакуют машины с туристами. А вот от этого здоровяка откупиться вряд ли удалось бы. Слоны очень редко принимают подарки от людей. Они скорее начнут атаковать их и прогонять. Этим туристам повезло, что слон находился достаточно далеко, а сами они были на хорошей дороге. Смогли без труда сдать назад и отъехать на безопасное расстояние. Слон в итоге успокоился, машина осталась цела, а люди получили непередаваемые эмоции. Не каждый ведь день на тебя несется огромный слон. И снова наши старые добрые львы. Группа туристов наткнулась на сафари на небольшой львиный прайд. Это уже достаточно напряженная ситуация, поэтому все остановились, чтобы не тревожить кошек. Но, как оказалось, львов люди не особо интересовали. Львы решили докопаться до самца, который отдыхал в тени. Он тут же проучил их за это и разогнал. Я на этом моменте даже дернулся. Это было неожиданно. Хорошо, что львицы решили не вымещать потом злобу на туристах. А то ведь те были у них прямо под рукой. Ну а лев так и остался в тени. Самец просто хотел покоя, и в сторону людей он даже не посмотрел. А теперь я расскажу вам о невероятных случаях с животными, снятыми на камеру. Отправиться в дикую природу и посмотреть затем, как проходят дни у животных – это замечательная идея. А вот поехать в гости к прайду львов, когда те никого совершенно не ждали – не лучший ход. Ведь если что-то пойдет не по плану, то туристов, подобно людям из этой истории, могут вмиг окружить сразу много крупных и опасных львов. Выбраться из-под такого прессинга может оказаться непросто. Тем не менее, людям из этого ролика повезло. Хоть львы и окружили их, а также несколько раз накинулись на машину, они все же не были настроены слишком агрессивно и отступили, прогнав чужаков со своей территории. Забавно, но порой, чтобы прогнать сразу несколько взрослых людей на машине, будет достаточно и одного льва. Для этого большая кошка выждет лучший момент и неожиданно для всех выбежит на след транспорта. Она будет следовать за машиной и надеяться на то, что та в какой-то момент заглохнет. Ну а если же люди продолжат стремительно уезжать, то значит пусть будет так – территория все равно окажется свободной от чужаков. Вот теперь я даже не знаю, что лучше – убегать ото льва, который случайно вышел на твой след, или оказаться вот в такой необычной ситуации. Группа туристов занималась скрытой съемкой. Они наблюдали за львами, за тем, как они проводят свой досуг и общаются с сородичами. Казалось бы, перед людьми вполне спокойные особи, которые сыты и уверены в себе. Но вдруг происходит следующее. Откуда-то из-за кустов в сторону туристов начинают стремительно двигаться две взрослые кошки. Проходит всего пара секунд, и вот они уже на расстоянии нескольких шагов от машины. Гости торопятся завести транспорт, но сделать это с первого раза им не удается. Страшно даже представить, насколько быстро в этот момент у людей колотилось сердце. В любом случае, уже скоро их должно было отпустить, потому что львы не стали за ними бежать. Они просто проводили их до границы своей территории, проследили, чтобы те наверняка уехали и вернулись обратно. Однако, когда лев сам не на своей территории, то он уже куда менее опасен. Можно снимать его на камеру и даже гладить. По крайней мере, так думали ребята из этого видео. Пока дикая кошка, наконец, не развернулась в их сторону и не рявкнула как следует. Напуганные люди поспешили закрыть окно, но оно, как назло, заело. К их счастью, лев не планировал нападать. Он просто дал им понять, что лучше с такой крупной и опасной кошкой не шутить и держать руки при себе. Все знают, что животные, ровно как и люди, могут иметь лишний вес. И если для нас похудение в том же бассейне это норма, то у питомцев все работает по-другому. Но, несмотря на это, кот по кличке Персик всерьез начал заниматься плаванием именно с целью похудеть. Его успехи снимала любящая хозяйка и делилась кадрами в сети. Девушка рассказала, что перед тем, как отдавать кота в бассейн, она пробовала ходить с ним, следить за рационом. Но ее котик так любит еду, что все попытки были тщетными. И тут ее осенило. Ее лучшая подруга занимается гидротерапией для животных. Так почему бы не попробовать? Знакомая записала Персика на первый прием. Она окунула его в специальный бассейн с теплой соленой водой, предназначенной для домашних животных. И питомец, хоть и не сразу, но достаточно быстро влился в процесс. Здорово, что это понравилось и самому котику, и хозяйке, получившей результат. За последние несколько месяцев Персик уже добился заметных успехов, и это только начало. А вот еще одна история-пример, доказывающая, что никогда нельзя сдаваться. Как бы тяжело ни было, главное – сохранять мотивацию жить и улучшаться. А остальное придет само. На ферме в Колорадо, США, родился очаровательный поросенок по кличке Чудо. У малыша с рождения отсутствовали задние ножки, но это не помешало ему начать радоваться жизни. Да, поначалу было тяжело, но поросенок не прекращал тренироваться и учиться стоять на своих двух. Благодаря настойчивости и усилиям, через один месяц он приспособился к своим особенностям и научился передвигаться на передних комнатах. Лисицы – хищные и хитрые создания, которые всегда сторонятся чужаков. Однако даже с ними бывают исключения. Эта история рассказывает нам о лисице по кличке Тыква, которая запомнилась пользователям интернета как самая нежная и добрая лисичка в мире. Бедняга попала в ужасную ситуацию. Ее сбила машина. К счастью, Тыква выжила, но за это ей пришлось заплатить своим зрением. Никому неизвестно, как бы сложилась ее судьба в дикой природе, если бы не подоспевшие люди, и в частности ветеринары. Специалисты привели животное в норму и заслужили тем самым ее доверие. Теперь Тыква живет в полноценной семье, где о ней заботятся. А за это лисица отвечает еще большей лаской. Она просто обожает обниматься. В таком положении животное чувствует себя защищенным и умиротворенным. Раненая птица упала в вольер к гориллам. Когда слышишь что-то подобное, кажется, что уже все. Бедняге не помочь. Это конец. Но на деле происходит следующее. Горилла подбегает к пернатой и начинает ее обнюхивать. Она трогает ее, пытается помочь подняться. Горилла всячески проверяет, дышит ли птичка и как она вообще себя чувствует. Такая реакция от гориллы – это что-то просто невообразимое. Такое, во что трудно поверить. Но благо у нас есть видеоподтверждение. Видимо, не просто так биологи часто называют горилл нежными гигантами. Так как им присуще проявлять определенные эмоциональные состояния и сострадания. Как мало нужно для счастья. Именно такие слова возникают в моей голове каждый раз, когда я вижу подобные ролики в интернете. Бродячая собака, у которой явно жизнь не сахар, забыла обо всех проблемах, когда перед ней появился обычный красный шарик. А вот для обезьян таким антистрессом, судя по этому видео, является телефон туристов, на который их снимают. Животное заметило, что девушка подошла слишком близко и решила воспользоваться шансом показать зрителям, кто на самом деле вел съемку все это время. Обезьяна выхватила телефон и как следует напугала этим туристов. Повезло, что рядом находились сотрудники зоопарка, и они быстро вернули украденное. Мне почему-то кажется, что если бы не они, девушка так и осталась бы без средства связи. Хотя, знаете, остаться без телефона – это ерунда. У некоторых в жизни возникают и куда более серьезные проблемы. Например, они могут идти спокойно по дороге, ни о чем не думать, а из-под ног неожиданно объявится крокодил. Звучит бредово и буквально невозможно, но это на самом деле произошло где-то в Индии. Группа мужчин обратила внимание на трескающийся тротуар. Они позвали специалистов, но вместо асфальтоукладчиков прибыла служба по отлову диких животных. Оказалось, что прямо под людьми все это время жило целых три гигантских крокодила. Как они там оказались, откуда брали еду и сколько в таких условиях находились – это так и осталось неизвестно. Кстати, я знаю, кого нужно было вызвать тем людям, которые заметили трещину. Им было необходимо звать на помощь вот этого кота. Он, как местный супергерой, защищает мирных жителей от диких животных. На этом видео, например, котик прогнал гигантского медведя. Не думаю, что при таком раскладе крокодилы стали бы для него особой проблемой. Частенько люди сперва что-то делают, а уже потом думают. Случай с блогершей из Штатов не стал исключением. Девушка выложила в социальную сеть короткий ролик, на котором она держала в руках безумно милого и необычного осьминога. И все бы ничего, если бы не знающие суть проблемы зрителей, которые тут же заспамили все комментарии одним и тем же. Ты держала в руке синекольчатого! Ты что, с ума сошла? Кто не понял, девушка игралась с синекольчатым осьминогом, одним из самых ядовитых животных в мире. Он выделяет опаснейший токсин, способный отправить человека на тот свет всего за 10 минут. Енотов часто в шутку называют воришками. Все из-за их забавной черной маски на лице. Хотя нет, чего это я? Воришки они еще из-за того, что постоянно пробираются в дома к людям и забирают оттуда всякие вкусности. Так на камеру видеонаблюдения попало то, как еноты пытаются выбраться из вольера, чтобы отправиться на охоту за сладким. В попытках открыть дверь, еноты синхронно прыгают и машут своими маленькими лапками. К сожалению, это никак не помогло им покинуть пределы клетки. Слушайте, а что если это был гениальный план? Еноты заставили человека думать, что они никуда не убегут, что они вообще ничего не понимают, а потом среди ночи, бац, и их уже нет. Да, те еноты по-любому дружат уже не первый год. Такие они синхронные и милые. Кстати, как думаете, какая пара друзей может быть самой непредсказуемой? Хотя ладно, тут трудно угадать. Это человек и осьминог. Девушка по имени Элора подружилась с крошечным осьминогом, когда занималась дайвингом в Белизе. Она протянула руку, и осьминог ответил ей взаимностью. Так, Элора дала ему имя. Эгберт. И начала регулярно навещать. Во время одного визита она помогла ему передвинуть бревно. Во время других встреч она приносила ему свои вещи, чтобы осьминог их изучал. Элора заметила, что животному очень нравится все новое. Знаете, похоже, Элора научила Эгберта даже пользоваться видеокамерой. А тот рассказал об этом остальным сородичам. Потому что как еще объяснить то, что происходит на этом видео? Лично я не знаю. Дайвер, снимавший животных у берегов Канн, что во Франции, был сбит с толку, когда подводный житель подобрал его камеру и начал вести съемку. Головоногий моллюск развернул ее в сторону человека и довольно неплохо его заснял. Героя нашего следующего видео зовут Джеймс Марш. Мужчина работает директором начальной школы Западной Вирджинии. На дворе было утро понедельника. Никто еще не успел толком проснуться и настроиться на рабочий лад. Требовалась экстренная подзарядка, прилив бодрости. И кто бы мог подумать, что все это Джеймс получит из обычного мусорного бака. Он подошел к контейнеру, чтобы открыть его. Как вдруг оттуда выскочил довольно крупный косолапый. Мишка искал, чтобы поесть. Вот ночью и забрался прямо в мусорный бак. Даже выполненная мера предосторожности в виде закрытой крышки не помогла. Повезло, что от этой встречи испугался не только мужчина, но и животное. Медведь поспешил убежать, как только он оказался на свободе. А вот кто тоже любит убегать, да поскорее, так это котик из следующего видео. Только прежде чем давать по газам, усатому было нужно кое-что сделать. Пушистик зашел в магазин и стал осматриваться. Он заметил, что его вторжение не привлекло ничье внимание. А также вокруг него не было посторонних. И тут его осенило. Сейчас или никогда. Усатый уже давно присматривал себе одни стильные штаны. Вот только денег на них как-то все не хватало. И тут он решил рискнуть. Кот вцепился в них зубами и бросился бежать. И побег уже почти удался, но в самом конце штаны застряли между стеной и манекеном. Сокровище пришлось оставить владельцу. Давайте хоть лайк за его труд поставим. Попытка была неплохой. На самом деле, я бы на месте того владельца магазина попытался договориться с котом и подарил бы ему те штаны. Везде важно иметь друзей и умение находить общий язык. Даже когда вы будете посреди диких вод и встретите дельфина. Девушка по имени Меган каталась на своей лодке вместе с двумя любимыми собаками. Все это время рядом с ними плавал дельфин. Поначалу он был крайне робок, но постепенно раскрепощался. Дошло до того, что он нашел в себе силы поприветствовать туристов. И тут началось. Собаки будто ждали этого первого шага. Ведь сразу после него они начали активно общаться с дельфином. Подводный житель кричал одно, а песики гавкали другое. Остается лишь догадываться, о чем именно так любезно общались животные. Но это совершенно точно доказывает то, что они умеют находить общий язык. Главным героем следующего ролика стал уставший от забот мужчина. Он наконец нашел свободную минутку, чтобы полежать. Взял в руки смартфон и стал листать ленту. Но тут его идиллию кое-кто нарушил. Кое-кто такой, кому ты вряд ли осмелишься за это предъявить. Да, как вы уже поняли, этим кем-то был косолапый. Как только мужчина увидел гостя, он от испуга схватил подушку и сам того не осознавая напугал этим медведя. Медведь решил не задерживаться и быстро покинул чужой двор, оставив человека с удивительными воспоминаниями. Как вы думаете, что с этой белочкой? Она в трансе? А может она просто о чем-то сильно задумалась? А, я понял. Наверное, она не выспалась, да? Как ни странно, ни одна из этих версий не является настоящей. Секрет видео в том, что белка наелась забродивших груш и опьянела. Да уж, такого начала дня грызун точно не ожидал. Говорят, чужих детей не бывает. И с этим выражением трудно поспорить. Особенно, когда в интернете полно историй, где одно животное заботится о другом, совершенно не близким ему. И вот один из подобных примеров. В коробку к заботливой кошке принесли одинокого щенка, у которого нет мамы. Люди очень надеялись на то, что кошка возьмет его под свое крыло. Пускай не сразу, но хотя бы через пару дней. Однако на деле все получилось куда круче. Не пришлось ждать и нескольких минут. Приемная мать тут же обняла щенка, как своего родного котенка, и стала за ним ухаживать. А вот кто тоже совсем не против дружбы с другими животными, так это слоны из этой истории. К ним регулярно приходят в гости разные собаки, а гиганты совсем и не против. Скорее наоборот, они получают невероятное удовольствие от контакта с другими видами животных. Ох уж эти детки. Вместе с тем, что они безумно милые, они еще и невероятно озорные. Могут специально играться со старшими и не слушаться их. Так, крошка из этого ролика не собирался спускаться к матери. Ей очень нравилось сидеть на этой тоненькой веточке. Медведица и так, и сяк пыталась спустить медвежонка, но ничего не выходило. В конце концов, она пошла на крайние меры и повалила все дерево. Вот только медвежонок и тут нашел способ извернуться. Он спрыгнул с ветки и дал деру. Раз ему не давали спокойно отдыхать на ветке, то пускай теперь догоняют. Я бы на месте мамы того шалуна постарался найти к нему другой, более действенный подход. Например, можно спеть ему колыбельную. Как показывает следующее видео, это действенный метод даже для животных и слонов в частности. Такая песенка работает подобно гипнозу в хорошем смысле слова. Успокаивает и очищает разум. А вот что успокоило бы меня больше всего, будь я каким-нибудь животным, так это понимание того, что у меня такая смелая хозяйка, готовая бросить вызов даже медведю. Слоны – это очень умные создания. Но чтобы настолько, гиганты из этого видео заметили, как пернатые испытывают проблемы с едой. Они не могут развернуть пакеты с рисом и бананами. Так что вы думаете? Слоны подошли, сняли пакетики и не тронули еду, дав тем самым птичкам вдоволь ею насладиться. Здорово, когда есть кому помочь. Жаль, пока не нашлось животного, которое научило бы вот этих крошечных лягушек нормально прыгать, а точнее приземляться. Из-за того, что они невероятно легкие, они падают назад, спину, живот и даже на лицо, прежде чем их тела наконец остановятся. К счастью, удары не причиняют им вреда. Помните ту кошку, которая пыталась украсть из магазина штаны? Так вот, оказывается, у нее появился преемник, причем куда более успешный и знаменитый. Клиптоманка из этой истории неоднократно попадала на камеры видеонаблюдения и стала настолько знаменита своими кражами, что в один прекрасный момент у нее даже появился свой мерч. Удивительно, что кражи удаются ей до сих пор, даже несмотря на то, что хозяйка всячески предупреждает об этом соседей и делает все, чтобы ее остановить. Как остаться на улице, если хозяин уже зовет тебя домой, а ты все еще не нагулялся? Правильно, можно просто притвориться мертвым. Ну а что, вряд ли человек возьмет тебя на плечо и потащит до дома, верно? Как показала практика, этот способ работает не только на словах. Лишние минуты прогулки точно можно выиграть. А на этом все. Напишите в комментариях, какой момент удивил вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.